как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово-промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии и в эфире вин вин зум номер двести семьдесят четыре тема сегодня летари или дополненная реальность для вашего бизнеса и фиджитал маркетинг спикер михаил ситников си о летари точка ру михаил добрый день добрый день CEO на западе то тот кто весь цифровой бизнес свой придумал возглавляет и работает лицом это вы ну да наша компания вот а дополненная реальность это наше будущее вообще не только бизнеса всего наверное но наше будущее все-таки смешанная реальность такой переход к цифровому миру и взаимодействие с реальным миром вот пока пока наши технические возможности позволяют сделать только дополненную реальность смешанная реальность это уже новый уровень но помните у шаманов у них есть нижний мир верхний мир в нижнем демоны живут верхнем значит получается ангел а в середина мы вот а у нас есть тоже три реальности виртуально это мы понимаем что такое да дополненная и смешанная давайте выясним дополненная это какая дополненная это взаимодействие цифрового контента с реальным миром ну это может быть либо на маркерах либо на плоскости смешанная реальность это когда цифровой мир полностью интегрируется в реальный то есть например появляется какая-то клюзия где-то есть тени где-то например реальный объект прячется за виртуальный и наоборот то есть прям создается иллюзия того что вы находитесь в реальном мире но дополнен дополненной цифровым то есть смешанная реальность более проработанная дополненная реальность но она сейчас существует вот вот наверное на съемках фильмов да вот там сейчас эти такие кругловые стены где можно снимать целый сериал это вот или это не то или вот например в японии сейчас эти есть огромные там еще не возникает что трехмерная кошка живет огромные экраны где они уже существуют эти смешанные смешанная реальность именно в бизнесе сейчас активно смешанной реальностью занимаются большие компании apple facebook мета и они как раз подталкивают свою технологию и как раз смешанная реальность используется в основном только вот устройство гарнитурах в очках в очках дополненных смешанной реальности вот то есть как таковой бизнесе смешанная реальность еще не используется если только конечно притянуть за уши это конечно кинематограф реклама где создаются спецэффекты ты смотришь видео и видишь такое началось такое может быть пока мы на втором уровне дополненной реальности слова люди не знают а давно же все используют с этими qr-кодами особенно да вот они уже везде у нас но вот у нас инфоповод ваша маленькая независимая эти компания сделала коллаборацию с пермской карнической фабрикой у вас там набор конфет вот и что там получается наводишь телефон на qr-код и вылезают трехмерные изображения по моему зданий пермских да да трехмерная модели театра оперы галереи и а ну и арт-объект прямо на коробке то есть у них изображение на коробке с этим примечательствами при наведении камеры у нас появляется 3d и тем кто не знаком с этой архитектурой может прям приблизить посмотреть как это все выглядит и прямо но единственное что я посмотрел вот у тех у кого андроиды старые у меня два андроида 1.4 1.5 на одном 4 там просто музыку слушаю качестве плеера да она она пятом там вот сейчас пользуюсь да у вас она 6 версии потому что вот чтобы сникало ощущение трехмерного видео да там или графики видимо не хватает мощности до старых андроидов ну с андроидами вообще всегда весело происходит потому что их очень много не у всех айфоны понимаете вот я андроид за 1000 рублей я очень счастлив мне она дороже понимаете зачем мне есть андроиды не за 1000 рублей но я не я не в этом просто мы делаем дополненную реальность которая запускается в браузере то есть максимально доступно да это очень важно что приложение не ставить так места нет уже в памяти да вот в точку чтобы порог входа был низким вы просто сканировали посмотрели возможно даже забыли вы получили какую-то информацию какой-то контент андроидов очень много есть китайский есть японские и американские андроиды и всем хочется угодить но не всегда это получается наверное частично что-то будет да играть на старых андроидах вот у вас ваш ролик мы приложим к описанию подкаста там молодой человек посылает девушке открытку с qr-кодом она нажимает и там летают трехмерные букеты и фото или видео можно да с героем запустить да это будет нет возможности тестировать на всех устройствах что то может быть каком-то устройстве не работать а где-то в основном работать но процент их 90 все работает ну вот в основном получается пока вот технология она довольно дорогая но трехмерная графика да пока я сделаешь естественно вас предприятиями в этом учебные разные центры помогаете оборудовать да но и для народа давайте сначала с предприятиями что у вас какие крутые проекты уже прошли где вот используется вот эта дополненная реальность в учебном процессе в учебных центрах мы работаем с авиодвигателем активно вместе с виртуальным музеем но отдельно виртуальный музей и отдельно реальность этих двигателей авиационных сделали порядка 30 двигателей то есть подходишь да как экспонату нажим этот qr-код наводишь значит и и потом на на 100 видишь там разные трехмерные ролики получается да там ну анимационные 3d модели как крутится ротору как лопаточки все можно посмотреть в целом как это выглядит со стороны но это много интереснее конечно чем смотреть слушайте а вот современные музейные технологии а вот давно не было недавно был музей екатеринбурга истории я сейчас здесь уже год живу а все герои у меня в перми пока вот значит там классная проекционные все вот эти технологии подходишь там лежит такая книжка с белыми листами сверху проектор вот а листаешь книжку а там как бы получается вот видео движущиеся картинки из истории екатеринбурга это как бы видео но одновременно и книга который ты листаешь там можешь нажимать разные вещи круто вот а что поражает людей вот в учебных технологиях с дополненной реальностью что там новенького интересного ну сейчас уже мало кого дополненная реальность удивляет именно как раз в музеях в образовании она уже давно влилась туда и люди это очень активно используют в россии это потихонечку тоже уже приходит и все это конечно упирается в стоимость разработок как раз на наш это наш икигай сделать эти разработки максимально дешевыми и доступными без навыков программирования и это цель жизни по-японски это японское слово вот и образование в целом уже мало кого удивишь ну когда человеку дают вот это полная реальность чтобы ты что-то удивить давайте посмотрим и не просто это воспринимать какую-то информацию здесь вау-эффект мы тоже считаем что вау-эффект уже да но само понятие фиджитал маркетинг это слияние получается английских слов диджитал цифровой и физикал физически да оно уже существует даже отдельная статья есть википедия почитал там длинная статья в общем когда вы используете qr-код это уже фиджитал маркетинг когда везде особенно там ресторанах там где-то в меню еще что-то да вот как дополнена реальность сейчас фиджитал маркетинг используется ну например раз кейс от шоколадной фабрика это взаимодействие физической коробки с красивым дизайном она вся очень эмоции от физической коробки и эмоции от цифровой вот ну а остальное там все по-старому там википедии пишут то нужно что было какое-то все-таки уникальное торговое предложение да то есть уже народ дополненной реальностью не удивишь отдельно да все нужно как бы все вместе да дополненную реальность уже не удивишь но если это дополненная реальность будет так сказать персонализирована то есть она немножко связана с человеком который это просматривает ну например для пермяков почему это вызвало хоть интерес у пермских группах вконтакте то что именно пермская пермская архитектура на пермской коробке круто покажи это кому-то другому были но круто да я уже это видел миллион раз вот но в целом видите если начинать персонализировать дополненную реальность она будет намного ближе и намного интереснее эмоциональный контакт поэтому как раз у вас параллельный проект для масс-маркет да для народа есть отдельная группа у вас контакт там уже 2000 пользователей она называется у вас летари гифтс летари .гифтс то есть подарки вот и вы сделали там шаблоны сколько ваш шаблонов штук 10 до разных виртуальных букетов или что-то да но эти шаблоны на самом деле не особо пользуется интересом но мы анализируем смотрим вот в основном просто достаточно пользоваться видео можно какой-то слайд-шоу на эту открытку и подривались открытки вы сами тоже получается заказываете печатаете да сейчас да мы это делаем так чтобы показать будем смотрите это может быть по другому традиционной открытки не прикольно вот посмотрите стоит это будет рублей на 20 дороже это выглядит это очень интересно тут у вас там или на 50 или 100 рублей это получается да но мы в розницу продаем 10 рублей вот то есть нужно сначала заказать а потом дождаться она придет по ссылке да получается красивая картинка на бумаге вот а там внутри уже qr-код ну вот какие вообще перспективы для вас как предпринимателя да вообще окупились ли ваши вложения например да вот вы же молодой чек еще сколько вас работает проект чек нас вообще нас вообще трое и принципе мы все же все довольны на сегодняшний день заработку с предприятиями у вас прекрасно все уже работает да с большими предприятиями которые заказывают ваши услуги вот наша цель наша цель это же не только предприятие нам очень интересно работать с малым бизнесом с бизнесами которым тоже нужно что-то интересно вносить например вот внутренний туризм у меня было десятки интервью да вот люди продвигают свои территории в принципе там ну там уж конечно не 200 не 200 рублей да как минимум десятки раз дороже что можем там сделать например вот у людей там какой-то свой музей есть деревенский еще там или не деревенский вот свой маршрут есть туристически вот сейчас модные авторские экскурсии там и так далее вот какие у вас есть кейсы просто показать объем работы которые можно сделать у нас кстати вот тоже в каком-то городе из екатеринбурга возвращались сделать котки которые разбивали камни и из них из этих камней добывали золото и промыточные копки не помню как называется но вот сделали модель и это запускается как раз музея тоже все запускается без скачивания приложения то есть но до сих пор мы смотрим на статистику и порядка 50 человек в неделю как минимум 50 человек подсматривает этот проект сами же эти ролики хранятся у вас на сервере даст это такая вы же провайдера в смысле своих у вас музей остается до архив ну вот это вот это вот это все можно делать а какие перспективы ну вот вы мне сказали до начала записи что вы участвовали в конкурсах разных типа умника да да где молодых айтишников поддерживает государство прямо безвозвратными как называется невозвратные ссуды да вот это вам помогло прийти к этому сейчас вот уровня конечно да те деньги которые были необходимы на разработку именно технологии кандидатного зрения пусть и немножко в другой сфере но так или иначе эти навыки были получены эти компетенции мы с ребятами получили и вот превратили синергия нашей компетенции превратилась в продюсер который сейчас есть этот браузер на дополненной реальности несколько гипотез вы разрабатывали это сработало вот сейчас а на этот проект что-то где получали гранты какие-то лет у вас в основном средства предприятия уже пока не получали хотя сейчас на один конкурс и основном это да вот денежный поток генерируется с помощью технологии и взаимодействие с предприятиями с малым бизнесом с художником очень классно у нас получают сотрудничать вот поэтому это уже даже не совсем стартап а где они про вас узнают сейчас наверное через открытки да или откуда еще на выставках участвуете как ни странно находят на сайт очень много прощений через сайт очень много обращений через наших партнеров но вообще от браузерной дополненной реальностью в россии мы лидеры браузерной дополненной реальности в россии и компании которые занимаются подобными разработками у них нет своего софта я с многими из этих компаний они знакомы и они просто отправляют леда, который обратился к нам, и мы обрабатываем эту заявку и делаем сотрудничество. Мы больше видите про SOFT и с работой на заказ мы в ближайшее время будем уже заканчивать, потому что нам не интересно, мы хотим заниматься дистрибицией своего программного обеспечения, чтобы компании, которые конкретно этим занимаются, могли бы с этим SOFT работать и зарплатывать деньги. То есть это, как называется, это уже у вас среда в которой все создаются эти цифровые продукты, но создание вот этой программы это дорогостоящая вещь насколько я понимаю. Как говорят, время и деньги, мы на это потратили 3 лет, медленно. Вот еще третий поток выручки. Открытки для народа, для предприятий, всякие там учебные центры и музеи и вот теперь вот продажи своего софта. Михаил, сформулируйте нашу тему за минуту сегодняшнюю. Как же дополненная реальность может помогать вашему бизнесу и что такое фиджитал-маркетинг? Дополненная реальность поможет взглянуть на ваш бренд под новым углом. Вы сможете посмотреть на продукт бизнеса в новых гранях реальности и увидеть разные новые свойства этого продукта, который может посмотреть просто через изображение, через видео. А также за счет использования этих технологий привлечь внимание еще и к своему бренду. Это также сработает как инфоповод. А фиджитал-маркетинг он был и будет, и будет он действительно очень невероятным, когда все будут пользоваться гарнитурами смешанной реальности. И к этому моменту нам уже, нам как компании, нужно быть с именем, чтобы создавался контент именно вот этого фиджитал-маркетинга. И за последние пять лет она уже все привыкли к QR-кодам, и это не наше будущее, наша реальность сегодняшняя, недополненная такая настоящая. Михаил, спасибо. С нами сегодня был CEO Letary.ru, дополненная реальность для вашего бизнеса и фиджитал-маркетинг. Михаил, удачи вам. Спасибо большое.